Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами попробуем переводить и также попробуем найти ключевые слова в тексте. Умение находить правильный ответ по ключевым словам нам очень пригодится. Также сегодня мы пройдем с вами немного грамматики. На лекции чтения мы попробуем разбить предложения на несколько частей, чтобы легче было перевести. И также мы будем дополнять текст правильными выражениями. 보기 요즘 한국어를 공부해요? 네. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. Давайте вместе переведем диалог. 요즘 한국어를 공부해요? Вы сейчас учите корейский язык? 네. Да. 한국 친구한테서 한국어를 배워요. Я учу корейский язык у друга либо подруги. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 남자는 학생입니다. Парень студент. Номер два. 여자는 학교에 다닙니다. Девушка ходит в школу. Номер три. 남자는 한국어를 가르칩니다. Парень преподает корейский язык. Номер четыре. 여자는 한국어를 공부합니다. Девушка учит корейский язык. Наши ключевые слова в диалоге это 한국어 공부해요? 네. То есть получается, что девушка учит корейский язык. 정답. Это и есть наш правильный ответ. Номер четыре. 여자는 한국어를 공부합니다. В этом диалоге давайте немножко посмотрим на лексику. Было такое слово как 요짐. 요짐 переводится в нескольких вариантах на русский язык. Оно может перевестись как В эти дни, в последнее время, сейчас. 17번. 가을이 되니까 많이 시원해졌네요. 네. 근데 아침, 저녁에는 좀 추워요. 저는 밤에 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸어요. 그래서 저는 밖에 나올 때 긴팔 옷을 한 벌 가지고 와요. Давайте переби죠 на русский язык. 가을이 되니까, так как пришла осень, 많이 시원해졌네요. стало намного свежее. 네, да. 근데, но 아침, 저녁에는 утром и вечером 좀 추워요. немного холодно. 저는 밤에 옷을 얇게 입어서, так как я вечером одел тонкую одежду, 감기에 걸렸어요. я простыл. 그래서 저는, я поэтому 밖에 나올 때, когда выхожу из дома, 긴팔 옷을 한 벌 가지고 와요. я беру с собой одежду с длинным рукавом. 한 벌 означает, что это одно из одежды. Но мы переводим просто, как я беру с собой какую-то, может быть, одну одежду с длинным рукавом. Итак, давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Нам нужно найти вариант, который подходит по смыслу с текстом. Номер один. 남자는 감기에 걸렸습니다. Мужчина простыл. Номер два. 여자는 지금 많이 주십니다. Женщине сейчас очень холодно. Номер три. 여자는 밤에 옷을 얇게 입습니다. Женщина вечером одевает тонкую одежду. Номер четыре. 남자는 날씨가 시원해서 주십니다. Мужчине нравится то, что погода стала свежее. Чтобы найти правильный ответ, нам нужно найти сначала ключевые слова. А ключевые слова будут такие. Женщина говорит, что означает осень и свежо. Но мужчина говорит, что я простыл. И дальше женщина отвечает, то есть, когда выходит на улицу с длинными рукавами. По этим ключевым словам очень легко найти правильный ответ. Как вы уже догадались, это номер один. 정답. Номер один. 남자는 감기에 걸렸습니다. Мужчина простыл. Нам встретились в этом диалоге такие слова, как 시원하다, свежо. Это относится к погоде. Также погода может быть какая? Холодная, чубда, жаркая, топда. Также в диалоге было слово кунде. Кунде это кронде, но немножко как бы оно меньше сделанное. Кунде. Можно сказать кронде, можно сказать кунде. Также мужчина сказал, что он надел тонкую одежду. ОСЭЛЬ, ЙАЛПКЕЙТА. Но когда мы одеваемся тепло, по-корейски это можно сказать как ТУКОПКЕЙТА. 18번. Суми 씨, 어제 이메일 보냈는데 받았어요? А, 그래요? Бар��서 아직 못 봤어요. 무슨 일 있어요? 이번 주 모임 날짜가 금요일로 바뀌었는데, 시간 괜찮아요? 저는 금요일에 약속이 있는데 어떡하죠? 다음에는 꼭 갈게요. Давайте переведем вместе диалог на русский язык. Суми 씨, Суми, 어제 이메일 보냈는데, я вчера выслал 이메일. 받았어요? Вы получили? А, 그래요? А, да? Бар��서, так как я была занята, 아직 못 봤어요. Я еще не видела. 무슨 일 있어요? Что-то случилось? 이번 주 모임 날짜가 на этой неделе дата собрания 금요일로 바뀌었는데, перенеслась на пятницу. 시간이 괜찮아요? Как у вас со временем? 저는 금요일에 약속이 있는데, у меня в пятницу есть планы. 어떡하죠? Что же делать? 다음에는 꼭 갈게요. Я в следующий раз обязательно приду или пойду на собрание. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 여자는 요즘 시간이 많습니다. Да, у женщины в эти дни очень много свободного времени. Можно сказать, что у женщины в этот момент много свободного времени. Номер два. 여자는 어제 이메일을 읽었습니다. Женщина вчера прочитала имейл. Номер три. 여자는 금요일 약속을 취소했습니다. Женщина отменила встречу в пятницу. И номер четыре. 여자는 이번 모임에 나갈 собствен니다. Женщина не может пойти на это собрание. Чтобы найти правильный ответ, давайте выделим ключевые слова из диалога. Итак, мужчина спрашивает. 이메일 보낸는데 받았어요? Выслал имейл. Вы получили? Женщина отвечает. Паппасо 아직 мог пассао. Нет, я была занята и не видела. И мужчина говорит. 모임 날ца. Дата собрания. 금요일. Пакеоненде. Поменялась на пятницу. И женщина отвечает. 금요일 약속이 있는데. У меня в пятницу уже есть планы. 다음에 갈게요. Я пойду в следующий раз. После того, как мы выделили ключевые слова, я думаю, уже легко определить правильный ответ. 정답. Это номер четыре. 여자는 이번 모임에 나갈 수 없습니다. Теперь давайте посмотрим на грамматику, которая встретилась нам в этом тексте. Очень часто в корейском языке мы слышим нэнде и потом вопрос. Нэнде – это связка двух предложений в одно. Переводится оно на русский язык как но. В повествовательном предложении иногда может опускаться при переводе, а иногда переводится как но. В опросительной же форме при переводе на русский язык связка нэнде опускается. Например, Я вам звонил, но вы не взяли трубку. Это повествовательное предложение. Вопросительное же будет звучать так. То на хэнэнде – бутырыща сэо. И переводится как Вы не слышали, как я вам звонил. То есть обратите внимание, что связка нэнде как но уже здесь не переводится. Из лексики сегодняшнее слово моим. Моим можно перевести как собрание, сбор, либо собираться вместе. Также употребляется это слово, когда мы говорим о каких-то кружках, о каком-то одном интересе, когда люди собираются вместе. Вопросительное предложение Вопросительное предложение Итак, давайте переведём диалог на русский язык. АНННОАСЕЙ! Здраствуйте! Су-영어 좀 배우려고 했는데요. Я собираюсь научиться плавать. А, 네. А, да. Горощимяон, если так, 여기 신청서부터 먼저 써주세요. То сначала заполните заявку, пожалуйста. Ачиме, 회사 가기 전에, 운동을 하고 싶은데, 몇 시에 문 열어요? Получается, что 아침е, 회사 가기 전에, 운동을 하고 싶은데, я хочу заниматься спортом. Когда? Ачиме, 회사 가기 전에, до того, как я пойду на работу. Получается, я хочу заниматься спортом утром до работы. 몇 시에 문 열얚�? Вы во сколько открываетесь? То есть, чтобы перевести на русский язык, нужно разбить одно предложение на несколько частей. Поменять их местами, чтобы у вас получился правильный, грамотный вопрос или предложение. Теперь давайте посмотрим на следующее предложение в диалоге. Тойне 매일 아침, 요, сочи에. Мы каждый день утром в 6 часов. Сидяк ханикка. Так как открываемся. Ачиме, тигу, сё, ду, темни. Да. Можете приходить рано утром. Получается, так как мы каждый день открываемся утром в 6, можете приходить рано утром. Давайте посмотрим на 4 варианта предложенных ответов. Нам нужно найти тот, который совпадает по смыслу с текстом. Номер 1. 요, 자는 신청, сё, 를, сессым니다. Женщина заполнила заявку. Номер 2. 요, 자는 수용, 장에서, 이람니다. Женщина работает в бассейне. Номер 3. 요, 자는 아침에 수용을 배울 겁니다. Женщина по утрам будет учиться плавать. Номер 4. 요, 자는 회사에서 운동을 하려고 합니다. Женщина на работе собирается заниматься спортом. Итак, чтобы найти правильный ответ, давайте выделим ключевые слова из диалога. Начинала говорить женщина. Ключевые слова в этом случае будут 수용 배울ёку. Собираюсь научиться плавать. Плавать. И дальше говорит мужчина. То есть, заполните сначала заявку. На что женщина отвечает. 아침 회사 가기 전에 운동. То есть, утром, до того, как она пойдёт на работу, хочет заниматься спортом. И мужчина отвечает. Можете к нам рано приходить. Я думаю, что вы уже сами догадались правильный ответ. 정답 номер 3. 요, 자는 아침에 수용을 배울 겁니다. Женщина по утрам будет учиться плавать. Теперь давайте посмотрим на грамматику и лексику, которая была в этом диалоге. В этом диалоге была очень хорошая грамматика. 려гу хамни да. Или 려гу хан да. Это означает, что собираться что-то делать. Когда что-то хой вы хотите сделать или планируете. Переводится как собираться. Например, тё наха 려гу хамни да. Собираюсь позвонить или планирую позвонить. Лексика с этого диалога это слово ундон. Ундон это спорт, либо спортивное занятие. К этому слову могут относиться суем, плавание. Гольф, гольф, 헬스장, спортзал, йога. 20번 다음 주가 아버지 생신인데, 뭐 특별한 선물 없을까요? 전에 저는 부모님이랑 음악회 갔는데, 정말 좋아하셨어요. 아, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까, 같이 음악회에 가야겠어요. 그래요. 요즘 좋은 공연이 많으니까, 인터넷으로 한번 알아보세요. Давайте переведём диалог на русский язык. 다음 주가 на следующей неделе 아버지 생신인데, у папы день рождения, 뭐 특별한 선물 없을까요? Нет ли какого особенного подарка? Как вы помните, 후 здесь есть인데, но мы не переводим как но. Получается, на следующей неделе у папы день рождения. Нет ли какого особенного подарка? 전에 저는 부모님이랑, я ранее как-то с родителями 음악회 갔는데, была на музыкальном концерте, 정말 좋아하셨어요. Им очень понравилось. А, 우리 부모님도 음악 좋아하시니까. О, так как моим родителям тоже нравится музыка. 같이 음악회에 가야겠어요. Нужно будет вместе сходить на музыкальный концерт. 그래요, хорошо. 요즘 좋은 공연이 많으니까. Так как сейчас очень много хороших концертов, 인터넷으로 한번 알아보세요. поищите по интернету. Итак, нам даны четыре варианта ответов. Номер один. 여자는 다음 주에 음악회에 갑니다. Женщина на следующей неделе идет на музыкальный концерт. Номер два. 남자는 아버지의 선물을 준비했습니다. Мужчина приготовил подарок на день рождения папе. Номер три. 남자는 부모님과 음악회에 가고 싶어합니다. Да, мужчина хочет сходить с родителями на музыкальный концерт. И номер четыре. 여자는 인터넷으로 구nyon의 자자 보려가 мне. Да, женщина собирается поискать концерты по интернету. Чтобы ответить правильно, давайте выделим ключевые слова из диалога. А это, сначала говорит мужчина, 아버지 생신, у папы день рождения, тыкпёран сонгмурёб сэкка요? Нет ли какого особого подарка? На что женщина отвечает, 부모님 음악회에 가는데? С родителями была на музыкальном концерте. И мужчина говорит, 부모님도 음악 좋아하시니까? Так как моим родителям тоже нравится музыка, 음악회에 가야겠어요? Надо будет сходить на музыкальный концерт. И дальше женщина отвечает, 구nyonimane니까? Так как много концертов 인터넷으로 알아보세요. Узнайте по интернету. Итак, как вы уже догадались, правильный ответ. 정답 номер 3. 남전은 부모님과 음악회에 가고 싶어합니다. В этом диалоге нам попалась лексика. Сэньэль. Вы знаете, что сэньэль это день рождения. Но в этом диалоге было слово какое? Сэньсин. Сэньсин тоже означает день рождения, но это более уважительная форма. Обычно, когда мы говорим о взрослых, допустим, о маме, о папе, бабушке, или дедушке, или тёте, дяде, который старше нас, мы говорим сэньсин. День рождения. Затем второе слово было тыкпёран сэнмоль. Сэнмоль будет подарок. Тыкпёран особенный. Тыкпёран сэнмоль какой-то особый, особенный подарок. Умакэ можно заменить на кунгнём. Кунгнём это будет как концерт. Умакэ музыкальное выступление. Но если сказать кунгнём, то в это слово также можно включить и музыкальное выступление, или какое-то представление. 21번. 팀장님, 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요. 필요한 것들을 아까 메모해 놓았는데, 민수 씨 책상 위에 있을 거예요. 네, 알겠습니다. 그런데 물건들은 바로 행사장으로 가지고 갈까요? 아니요. 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까 우선 사무실로 가지고 오는 게 좋을 것 같아요. Давайте переведём диалог на русский язык. 팀장님. 팀장님 это начальник, это обращение, и на русский язык мы его не переводим. Но сразу понятно, что люди разговаривают где-то в офисе, или эти люди связаны с собой по работе. Итак, 팀장님. 행사 때 필요한 물건들을 사러 가려고 하는데요. 가려고 하는데요. собирает что сделать? Сделать, пойти купить и сделать 필요한 물건들을. Нужные покупки для чего? 행사 때, для праздника. То есть мы как бы переводим наоборот. 필요한 것들이 아까 메모해 놓았는데, я записала нужные вещи, то есть я записала нужный список и положила. 민수씨 책상 위에 있을 거예요. И эта пометка будет на вашем столе, 민수. 네, 알겠습니다. 다 хорошо. 그런데 너 물건들을 바로 행사장으로 가지고 갈까요? Но может вещи сразу отнести на праздник? 아니요. Нет 행사장 준비가 아직 안 끝났으니까. Так как там для праздника еще не закончили приготовление, 우선 сначала самущелю 가지고. Принесите в офис. 오는 게 좋을 것 같아요. 좋을 것 같아요 будет лучше. Получается у нас такое предложение. Так как там для праздника еще не закончили приготовление, сначала, наверное, будет лучше, если принесете в офис. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 남자는 지금 행사장 있습니다. Мужчина сейчас находится на празднике. Номер два. 남자는 물건을 사서 사무실로 오면 됩니다. Мужчина, купив вещи, может прийти в офис. Номер три. 남자는 요자에게 필요한 물건을 사서 주십니다. Мужчина написал женщине список нужных вещей. Номер четыре. 남자는 행사 때 쓸 물건을 사서 주십니다. Мужчина положил вещи, которые будут использоваться на празднике на стол. Чтобы найти правильный ответ, давайте сначала выделим ключевые слова из диалога. Сначала начал говорить мужчина. Ключевые слова такие. То есть я иду покупать нужные вещи, или я собираюсь покупать нужные вещи. Затем женщина отвечает. 메�му해 минсу-си чексан 위에. То есть я записала, положила на стол минсу. И мужчина отвечает. Бульгон을 행사장으로 가지고 갈까요? Принести ли эти вещи на праздник? На что женщина говорит. Приходите с этими вещами в офис. Я думаю, что вы уже сами догадались, что правильный ответ. Чонгдап номер два. Итак, в этом диалоге тоже у нас была грамматика. Давайте вместе ее пройдем. Переводится как может быть. Используется при вопросе, когда вы хотите узнать мнение, вашего собеседника. Например, икобээльсайкаё может купить эту кружку. Подразумевается, что вы ждете мнение собеседника, чтобы он вам ответил да, сказал какие-то хорошие стороны об этой кружке, либо ответил нет. Другая грамматика. Это нынге чоульку катаю. Переводится как наверное будет лучше. Часто такое выражение используется при выражении собственного мнения. То есть по-русски мы обычно, когда говорим свое мнение, мы не говорим, что наверное так-то, так-то я думаю. Но в корейском языке вежливо будет сказать не так, что я думаю это так-то, а вежливо будет сказать наверное и ваше мнение выразить. Например, Икобээ санэнго чоульку катаю. То есть было бы наверное лучше, если бы вы купили кружку. Но это получается мнение, ваше мнение, которое вы пытаетесь не навязывать. Еще одна грамматика, которая часто употребляется в корейском языке, это мьонтэмнида. Означает, что можно, как возможность или разрешение. Например, Икобээ санэнтэмнида. Вы можете купить эту кружку. Можно купить эту кружку. Чтобы ответить на задание, давайте сначала переведем на русский язык. Инджю си чонг аптуронэ чумарэ чагатанильсообсимнида. Инджю си чонг, это будет администрация города Инджу. Туро аптуро, то есть по дороге перед администрацией города Инджу. Чумарэ на выходные чагатанильсообсимнида. Машинам нельзя проезжать. Покчапан кирэй кутки пьенанкориру киёк. Дорогу с пробками киёк, или дорогу, по которой удобно ходить пешком. Инджю си га город Инджу, и госэль, это место, ча омнэн кориру мандынгосимнида. Сделал местом улицы без машин. Сарамдэрын чумарэ мадай госэсо. Мы немножко разобьем предложение на две части, потому что оно длинное. Получается первая часть, там люди каждые выходные. И вторая часть, тагига ансынын бульгонина, тиктёп мандын бульгонэль сагупамнида. И начинаем переводить с конца. Получается, сагупамнида, продают и покупают вещи. Какие? Тиктёп мандын бульгон, или ансынын бульгон. Получается, которыми не пользуются, или которые делают сами. И у нас получается такое предложение. Там люди каждые выходные продают и покупают вещи, которыми не пользуются, или которые сделали сами. Пега коппымён. Если проголодались. Киреса. Кимпабина айскримэль. Моголь судуисымнида. Переводим с конца предложения. Моголь судуитта. Можно на улице поесть. Са моголь судуитта. И купить. А что тогда можно поесть и купить? Кимпабина. Кимпаб или айскрим. Мороженое. И получается предложение. Если проголодались, то можно на улице купить и поесть кимпаб или мороженое. Из-за свободной и светлой атмосферы. Часто сюда приходят. Итак, давайте сначала, прежде чем перейти к заданию, посмотрим на лексику. У нас было такое выражение, как поктяпанкиль. Поктяпада по-корейски означает сложный, запутанный, перепутанный. Но на русский язык переводится очень в разных смыслах. То есть, если мы переведем дословно, поктяпанкиль получается как сложная дорога. Но смысл этого перевода может быть, что может быть пробка, либо на этой дороге много машин, либо на этой дороге много людей, либо это может быть узкая и неудобная дорога. Следующее слово кимпаб – это корейские роллы. Единственное, они без сырой рыбы. И пуниги, слово переводится как атмосфера, очень часто используется в корейском языке. Теперь давайте попробуем ответить на задание. Нам нужно с вами дополнить предложение. Давайте посмотрим на предложение. У нас была Поктяпанкиль кутки пенанкориру киок. Дорогу с пробками киок – дорогу. Инджу сика игосы чаомнын кориру мандын госимнида. По которой удобно ходить пешком, город Инджу сделал это место улицей без машин. Нам даны четыре примера. Номер один. Если поменять, получается дорогу с пробками, если поменять дорогу. Это неправильно. Номер два. Даже если поменять, даже если поменять дорогу с пробками, тоже не подходит по смыслу. Номер три. Чтобы поменять дорогу с пробками, чтобы поменять на дорогу, по которой удобно ходить. Нам подходит по смыслу. Давайте посмотрим еще на номер четыре. Паку диман, поменять но. Дорогу с пробками поменять на дорогу но. Не подходит по смыслу. То есть нам подходит по смыслу именно слово, чтобы поменять. Дорогу с пробками, чтобы поменять на дорогу, по которой удобно ходить пешком. Город Инжу сделал это место улицей без машин. Чонг даб, правильный ответ, номер три. Паку реку. Давайте посмотрим на это предложение вместе. Получается Чтобы ответить на это задание, а именно выбрать правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом, нам нужно выделить ключевые слова в тексте. Давайте вместе это сделаем. Итак, получается На выходные машинам нельзя проезжать. Улица без машин Выходные на каждые выходные Вещи, которым не пользуются Или которые делают сами Они там их продают и покупают Если проголодались Можно купить кимпап или мороженое Так как там светлая атмосфера То молодежь сюда приходит часто Итак, теперь давайте посмотрим на четыре ответа Номер один В будни по этой дороге машины не могут ездить Но это неправильный ответ, потому что на этой дороге не могут ездить машины по выходным Номер два Если проголодались, то здесь готовишь еду сам Но это тоже неверный ответ, так как ключевые слова были, что если проголодались, можно купить мороженое или кимпап Номер три Стало больше людей и эта улица стала сложной Но это неправда, потому что эту улицу сделали улицей без машин Номер четыре Эта дорога стала любимым местом для молодежи Оно так и есть Наши ключевые слова были, молодежь часто сюда приходит Правильный ответ номер четыре Давайте вместе переведем на русский язык Некоторые предложения мы разобьем на несколько частей, чтобы нам было легче понять, о чем смысл Итак, 다음 달 15부터, в следующем месяце с 15 числа, 경기도 Пучон에서, в городе Пучон, округ Генги, 국제 만화 чукчегаю лим니다 Открывается международный фестиваль мультфильмов Чукчейсо는 на фестивале 여러 나라의 만화를 пользуются м니다 Можно посмотреть мультфильмы разных стран Орель 때 본 추억의 만화책부터, начиная с комиксов детства, 요즘 유행하는 만화책까지, 다양하게, 기억, до комиксов популярных в наши дни, 기억, в разнообразии То, 유명한 만화가의 사인도 받을 수 있습니다 Также можно получить автограф знаменитых авторов комиксов И так, прежде чем перейти к заданию, давайте посмотрим на лексику Кукчей, 만화, чукчей переводится как международный фестиваль мультфильмов Кукчей, международный, 만화, мультфильм и чукчей фестиваль Но 만화책 получается как книга с мультфильмом Переводится как комикс, то есть в комиксах находятся картинки И по-корейски будет 만화책 Банхуага, автор комикса Также можно перевести как коригатурист Итак, в этом задании нам нужно дополнить предложения из данных нам вариантов У нас, давайте посмотрим сначала на предложения Начиная с комиксов детства до комиксов популярных в наших дни, 기억, в разнообразии Давайте посмотрим на четыре варианта, которые нам предлагаются Номер один Можно приготовить Номер два Возможно приготовить Номер три Приготовлено И номер четыре Ранее уже, может быть, как-то раз или один раз было приготовлено Итак, у нас предложение звучит так Начиная с комиксов детства до комиксов популярных в наших дни Что? Приготовлено в разнообразии Правильно Чонгдап номер три Чумби тьюо и Симнида Теперь давайте сделаем вместе одно предложение У нас получается Орельте Пончуоге 만화책부터 Теперь давайте ответим на вопросы следующего задания Сначала давайте посмотрим на четыре ответа Нам нужно найти правильный ответ, который выражает смысл текста Давайте их переведем Номер один Международный фестиваль мультфильмов сейчас открыт Номер два На этом фестивале нельзя посмотреть старые комиксы Номер три На этом фестивале можно посмотреть мультфильмы из других стран Номер четыре Для людей рисуют лица знаменитых карикатуристов Чтобы ответить правильно на это задание Давайте выделим ключевые слова в тексте Итак, ключевые слова Тамталь В следующем месяце Кукте банхуа чукчега йолимнида Открывается международный фестиваль фильмов Йоро нараэ банхуары пульсуэсимнида Можно посмотреть мультфильмы разных стран Орельте пон Банхуа чекпута Начиная с комиксов детства Ёзюм юэйнянын банхуа чеккади До комиксов популярные в наши дни И также Банхуа га ца инду То есть можно еще автограф у авторов комиксов получить И последнее Цямгаганен царам дэль Посетители этого фестиваля Ольгуры крёчумни Да, рисуют Рисуют лица посетителей фестиваля Номер один Давайте посмотрим Какой же все-таки правильно Номер один Международный фестиваль мультфильмов сейчас открыт Нет, потому что он будет в следующем месяце Номер два На этом фестивале нельзя посмотреть старые комиксы Тоже это неверно Потому что можно посмотреть комиксы, которые были в детстве Номер три На этом фестивале можно посмотреть мультфильмы из других стран И это правильно Потому что у нас было ключевое слово Можно посмотреть мультфильмы разных стран Итак, 정답 номер три Давайте вместе переведем текст Он работает в большой городской парикмахерской Сонними 많고 바쁘지만 много посетителей и занят, но 한 달에 한 번, один раз в месяц, 시골의 작은 마을 찾아갑니다 Он ездит в маленькую деревню 거기서 там 사람들의 머리를 예쁘게 잘라줍니다 Он красиво подстригает волосы людям То는 기억, деньги, 기억 Слова как Сеголь и Маэль По-русски переводится как деревня Но Сеголь считается как деревня за городом А Маэль деревня как поселение Обычно Маэль меньше, чем Сеголь В этом задании нам нужно дополнить предложение словосочетанием так Чтобы у нас получилось правильное по смыслу предложение Давайте это сделаем вместе У нас было предложение такое Тунын киок Деньги киок И давайте сразу посмотрим следующее предложение Чтобы правильно определить ответ А следующее предложение было таким Он кушает у деревенских людей дома Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов Номер 1 Нужно платить Номер 2 Много зарабатывает Номер 3 Почти нет или очень мало Номер 4 Не берет Итак Он взамен кушает у деревенских людей дома Получается деньги он скорее всего не берет Получается у нас правильный ответ Чунгдап номер 4 Патчянцимнида И будет звучать предложение так Тунын патчянцимнида Деньги он не берет Кытэсин взамен он кушает у деревенских людей дома В этом задании нам нужно выбрать правильный ответ Который похож на смысл текста Давайте посмотрим на 4 примера Номер 1 Ким Чио-си-ны Ким Чи-хо 밥 пыль те Когда занят Сигуре качи бутамнида Он не может поехать в деревню Номер 2 Тоши-пода Сигуре 작은 мауре Сонними то манцимнида По сравнению с городом В маленькой деревне клиентов больше Номер 3 Маур-сарам-дыры Ким Чи-хо-си-э-и-я-гирэ-э-чэ-ми-ки-ты-цимнида Люди в деревне с интересом слушают рассказы Ким Чи-хо И номер 4 Ким Чи-хо-си-нэн Ким Чи-хо Сигур-сарам-дэ-гу-ам-ке И нэн-сиган-э-чу-ам-ни-да Ким Чи-хо нравится проводить время с людьми из деревни Чтобы правильно определить ответ Давайте сначала найдем ключевые слова в тексте Итак, кто же такой Ким Чи-хо? Ким Чи-хо у нас Ми-йонг-са Парикмахер Ту-си-ми-йонг-сель И-рам-ни-да Он работает в городской парикмахерской Паппы-джиман Он занят Но Хан-дэ-ре-хан-бон Один раз в месяц Ма-эр-э-ль-ча-да-гам-ни-да Ездит в деревню Что же он делает в деревне? Сарам-дэ-ре-бори Чал-ля-чум-ни-да Там он подстригает волосы людям Ма-э-э-л-сарам-дэ-ре-чип-сик-сар-э-ль-гам-ян-ца То есть он у деревенских людей дома кушает И-я-гир-э-ль-тэ-цим-ни-да И слышает рассказы Кы-го-сэ-кан-э-н-на-ри-чель-гоп-сим-ни-да И он радуется тогда, когда туда ездит У нас из четырёх данных примеров По смыслу подходит номер четыре Чонг-дап Номер четыре Ким-джи-о-си-нэ-н-си-голь-сарам-дэ-ль-гам-ке-и-н-э-н-си-ган-э-ль-чу-ва-гам-ни-да Ким-джи-хо нравится проводить время с людьми из деревни Потому что у нас ключевое слово было Кан-э-н-на-ри-чель-гоп-сим-ни-да Он радуется, когда туда ездит Давайте переведём текст на русский язык У-ри-ти-бэ-нэ-н-а-му-ка-на-ис-им-ни-да У нас дома есть одно дерево Когда я родился Или можно перевести Когда я родилась Когда мы не знаем, от какого лица идёт текст Давайте дальше посмотрим У-ри-апо-джега-сим-ы-син-го-сим-ни-да Его посадил мой отец Кресал поэтому Чо-агу-на-ига-гат-сим-ни-да Оно одинакового возраста со мной У-ри-ти-ни-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н-э-н к дереву. 그러나 но 이제 그 나무와 해오져야 합니다. Настало время расставания с деревом. 다음 주에 우리 가족이 이사를 하기 때문입니다. Переводим с конца предложения 때문입니다, потому что 이사 하기, мы переезжаем, когда 다음 주에, получается потому что наша семья на следующей неделе переезжает. 저는 그 나무가 무적 기억, я по этому дереву очень 기억. Давайте посмотрим сначала на лексику текста, чтобы потом перейти к заданию. Итак, 우리 아버지, 우리 어머니, 우리 딸, 우리 아들. Как вы, наверное, знаете, в корейском языке принято говорить не мой папа, не моя мама, а наш папа, наша мама. Получается, когда мы видим 우리 아버지, перевести мы можем как наш папа, но правильнее будет сказать мой папа. Когда мы видим в корейском языке 우리 어머니, то переводим как моя мама. 우리 딸, мы переводим не как наша дочь, а как моя дочь. Ну, в каком-то подтексте можно перевести как и наша дочь. И 우리 아들, обычно если говорим от первого лица, то мы говорим мой сын. Еще также было выражение ПОГОСИПТА. ПУДА, ВИДИТЬ, ВИДИТЬ, ВИДИТЬ. ПОГОСИПТА. ХОТЕТЬ. То есть, хотеть увидеть, но обычно переводится на русский язык как скучать. ПОГОСИПОЯ. Я скучаю. Теперь давайте посмотрим на задание. Нам нужно дополнить предложение, чтобы оно было законченным по смыслу. Итак, предложение такое. ЧОНЫН КЫ НАМУ МУЧОК КИОК Я по этому дереву ОЧЕНЬ. И даны четыре варианта. Номер один. ПОГОСИПЫКО МНИДА. Я буду скучать. Номер два. ПОГОСИПУСЫМНИДА. Скучал или скучала. Номер три. ЧОГОСИГУСЫМНИДА. Улучшается. Номер четыре. ЧОГОСИГУСЫМНИДА. Собирается улучшиться. Итак, я по этому дереву ОЧЕНЬ. Буду скучать. ЧОНГДАП. Номер один. ПОГОСИПЫКОМНИДА. Буду скучать. Получается предложение. ЧОНЫН КЫ НАМУ МУЧОК ПОГОСИПЫКОМНИДА. Я по этому дереву ОЧЕНЬ буду скучать. В этом задании нам нужно найти предложение, которое соответствует смыслу текста. Даны четыре варианта. Номер один. ЧОНЫН ИСАРЫЕ КАСО НАМУРЫЕ СИМЫКОМНИДА. Я ПЕРЕЕДУ И ПОСАЖУ ДЕРЕВО. Номер два. ЧОНЫ НАМУВА ХЕУДИГИ ДЕОСО СЫЛПЫМНИДА. Я грустный или я грустная, так как приходится расставаться с деревом. Номер три. ЧОНЫ НАМУ ТЕМУНЕ ИСАРЫЕ КАЛЬ СУ ОПСЫМНИДА. Я из-за дерева не могу переехать. Номер четыре. ЧОНЫ НАМУГА ПОГОСИПЫЛЬТЕ КО ТЕБЕ КАЛЬ КОМНИДА. Когда я захочу увидеть дерево, я пойду в этот дом. Давайте, чтобы определить правильный ответ, сначала выделим ключевые слова. Итак. ТЕБЕ, НАМУ ИСАМНИДА. Дома есть дерево. ТЕОНАСЫЛ ТЕ. Когда я родился или родилась. АБОДИГА СИМЫ СИНГОЙО. ПОСАДИЛ ОТЕЦ его. ЧОАГО ДАЙ КАЦЫМНИДА. У этого дерева возраст такой же, как и у меня. ОРИЛ ТЕ. НАМУ ЧАГАННЫН ДЕ. Когда я был маленьким, дерево было меньше. НО. ЧИГЫМ КАМНИДА. Сейчас оно большое. КИВОСО. ЧОНГИ МАНИ ТЫРОСТАЮ. Я его вырастил или вырастила и привязался или привязалась к дереву. ТААМ ЧУЭ ИСА. На следующей неделе переезд. ПОГОСИПЫ КОМНИДА. Я буду по нему скучать. Как вы уже догадались, правильный ответ, который нам подходит по смыслу тексту, это номер два. ЧОНГДАП. НОМЕР ДВА. ЧОНГДАП. Не будьте прибавить к нему КОТ КАЦИМНИДА. Сегодня на лекции чтения мы практиковались в переводе текстов. Для лучшего понимания текста одним из методов перевода является разбивание предложения на части, особенно если предложение длинное и в нем легко запутаться. Также мы попрактиковались в нахождении ключевых слов, которые нам помогут при выборе верного ответа. Спасибо. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова